Слава Украине! Привет всем от Полонского! Немного новостей из Мелитополя. Последние, как говорится, дни или недели хозяйничания там РС-6. Очень скоро все вернется на круги своя. Мелитополь вернется домой. Но пока что там происходят вещи. Ну вообще, вообще, вообще. Во-первых, понятное дело, что в последние дни своего судорожного пребывания в украинском Мелитополе фашисты заставляют людей брать этот бандитско-фашистский паспорт. Кстати, люди спрашивают, что в таком случае делать? Но когда действительно вас вынуждают и действительно это так оно и есть там, ну что, берите его. Единственное, вы должны сразу же расписать для СБУ и послать, там есть боты специальные на СБУ, каким образом и при каких обстоятельствах вас заставили взять российско-фашистский паспорт с тем, чтобы СБУ уже знало что и как там у вас почему, как на каких обстоятельствах вас заставили это сделать? Я прекрасно понимаю, что вот там сегодня они и заставляют то есть, они не дают жить, да? Ты не можешь получить ни одной бумаги тебя отключают от света, газа, воды тебе не дают покупать то-то тебе не дают передвигаться детям не дают учиться тебе не дают работать то есть, ну, фактически фактически тебе не дают жить это понятно они создают условия, при которых если у тебя нет российско-фашистского паспорта значит, ну, жить ты не будешь поэтому нужно там есть боты СБУ еще раз говорю послали такое вот письмо а потом, ну, наши придут ну, откажетесь от этого куска лойна да и все, ну, что поделать главное, чтобы вы не принимали участие ни в каких антиукраинских действиях там, шоу чтобы вы не принимали не вздумали там в последний момент перед освобождением начать принимать участие в каких-то выборах псевдовыборах назовем их там потому что выборами их назвать невозможно и подобных тому мероприятиях конечно есть довольно большая прослойка людей которые добровольно приняли этот российский паспорт при этом еще участвовали например, в вывозе украинского зерна каким-то образом да либо же участвовали в перевозках российско-фашистского оборудования техники боеприпасов в Мелитополь ну, там сами понимаете там совершенно другой разговор будет с этими людьми это уже коллаборационизм и так далее да, но сейчас я хотел рассказать немножко о другом о том, как к самим коллаборантам относятся расисты значит, вот что интересно есть такой не вуз а фейковое подобие вуза вуза фейк фейковуз да Мелитопольский государственный университет от России да понятно, что не от Украины и вот фейковым преподавателям этого фейкового вуза представили платить зарплату от слова вообще раньше им ее еще как-то платили причем каждый месяц разные суммы причем эти суммы все время уменьшались вот а теперь что-то вообще перестали платить те давай возмущаться кричать а что ж такое как же мы без денег мы же это все за деньги делали мы Россию за деньги любим вот на что им вполне резонно ответили ну не нравится пошли вон там же это же Россия это же не Украина с вами никто церемониться не будет это понятно вот ну в общем валите вон отсюда да и все куда хотите при всем при этом еще они не могут записаться на эвакуацию потому что эвакуация на вот этих вот автобусах которые сейчас там приехали они она будет в основном для топ для топ коллабрантов и их семей вот а вот всякая мелочь пузатая предатели низкого уровня этих никто эвакуировать собственно говоря особо и не собирается если вы хотите эвакуироваться ну эвакуируйтесь своим ходом куда-то там и как-то там вот ну или оставайтесь придет Украина ну соответственно ну что СБУ будет разбираться с каждым отдельно а пока что им тупо перестали платить деньги это еще раз говорит о том что при всем при том вот вы же поймите тоже обычно работникам госучреждений на России платят больше чем частникам ну так так сложилось там это же государственный этот монстр у них и любому кто замазан там в российско-фашистском госаппарате ему платят больше это понятно в любой фашистской стране тоже у Гитлера было так же вот а этим платят меньше это еще раз говорит кем они считают вот этих коллаборантов третьим сортом вот и все и причем сказали что и платить не будут может и будут а может и не будут и вообще непонятно как им платят на каких основаниях что и как короче говоря вот этот калечный недовуз или топольский недоуниверситет российский судя по всему там он доживает уже последние дни понятно что его очень скоро не будет он оттуда исчезнет как пена вот как исчезли вот эти вузы которые были в Херсоне я имею ввиду российские и лицеи и школы которые они пытались там организовать в которых детей было в 15 раз меньше я даже сейчас помню когда вот 21 год дети там линейки в херсонских лицеях там по 40 человек классы были по 30 по 40 человек классы были пришла Россия класс 4 человека 5 человек никого нет пустой класс один класс собрали 6 человек так его слепили с 3 классов чтобы вы понимали сколько детей оставалось в Херсоне учиться в этих вот российских так сказать школах ну потом эту всю пену сдуло и все вернулось назад но сейчас конечно в Херсоне не столько не так как раньше не столько детей как раньше по принятной причине просто потому что обстрелы ежедневные родители боятся привозить детей назад но в общем и целом тенденция понятная сейчас постепенно возвращаются дети из-за границы из Киева и так далее а когда наши отодвинут их из Херсонской области Херсонские школы например заполнятся моментально то же самое будет и с Мелитопольскими школами дети вернутся сейчас большая часть населения Мелитополь конечно в эвакуации ждут освобождения этого всего дела ну а коллаборантам что я могу сказать мажьте лыжи салом если оно у вас осталось слава Украине мажьи салом мажьи салом